Значит, и давайте начнем. Тема нашего сегодняшнего вебинара, сегодняшнего семинара, для кого-то семинар, для кого-то вебинар, это одна из функциональных возможностей, которые нам дает программа 1С управления торговлей, ну и ее сестричные, то есть примерно то же самое будет доступно и в комплексной автоматизации, и в ERP, ну мы с вами будем на простой базе работать. 1С управления торговлей, значит, это возможность использования подарочных сертификатов, относится к блоку розничных продаж, соответственно, я кое-какое подготовительное действие сделал, за рамками того, что я вам показываю. Я включил блок розничных продаж, я включил кассы КТМ, и я, естественно, включил подарочные сертификаты. Кроме этого, я сделал, что я создал торговый зал, это тот же самый склад, но складки по розничным магазинам, основное его отличие состоит в том, что для этого склада я явным образом задал цену, цену, по которой, собственно говоря, розничная продажа будет осуществляться. Наконец, я создал кассовый аппарат, кассу ККМ, значит, это кассовый аппарат имеет тип фискальный регистратор, то есть мы будем видеть с вами все действия, выбирая выборку всех чеков, все это будет происходить у нас в режиме онлайн. Я создал перемещение, то есть у меня на этом складе сейчас есть какие-то товары, которые я могу продать. Со склада, основной склад, торговый зал. И сейчас я сделаю еще одно подготовительное мероприятие. Подготовительное мероприятие необходимое для чего? Работа розницы предполагает наличие кассового аппарата, но у меня кассового аппарата нет. Поэтому для того, чтобы я в программе мог что-то показать, что-то отладить, я должен включить встроенный эмулятор этого кассового аппарата. Настроить рабочее место кассира для текущего рабочего места. Я добавляю в созданную кассу ККМ и указываю, что она будет работать без подключения оборудования. То есть просто-напросто я буду говорить, что да, у меня все нормально, у меня все сработало. А все действия будут происходить исключительно, когда-то внутри компьютера. Ну и теперь самое интересное. Давайте посмотрим, как у нас устроен функционал подарочных сертификатов. Чтобы с ним познакомиться, мы пойдем с вами. CRM и маркетинг. Так, что-то у нас не отображается здесь. Так, давайте еще раз проверим. Здесь. Вот аннулирование подарочных сертификатов у нас появилось. А, вот. Это сюда перенесли. Вот она. Виды подарочных сертификатов. Для того, чтобы работать с подарочным сертификатом, мы должны сначала с вами его настроить. Ну, я напоминаю на всякий случай, что это такое. Ну, так, слышно плохо. Так, запись-то будет. Слышно. У кого плохо? У всех? Да, только у кого-то. Значит, ну я вообще говоря около микрофона. Поэтому не знаю. Запись в любом случае будет. Значит, напоминаю вам, что это такое. Подарочный сертификат. Это некие такие-то псевдоденьги, которые выпускает та или иная компания, которые потом могут передаваться из рук в руки. И использовать, могут быть использованы для оплаты этой компании за покупки. С точки зрения финансового учета, подарочный сертификат, продажа подарочного сертификата, это не что иное, как получение аванса от клиента, который потом, соответственно, гасится. И в программе ученивается именно как аванса. Давайте мы с вами создадим какой-то вид подарочный сертификат. Значит, что мы здесь должны указать? Значит, мы указываем, что, ну, как он у нас будет называться, тип 1, например. Номинал, ну, давайте, 500 рублей. Значит, так, тип карта штриховая. Период действия оставим один год. Ну, может быть, магнитный или смешанный. Ну, в нашем случае это не суть важно. Статья доходов. Ну, давайте мы с вами создадим какую-то статью. Она будет называться «Подарочные сертификаты», но она используется в основном при гашении. Так, ну, все, да. Подарочные сертификаты будем смотреть в адресе организации. Значит, обратите внимание, что здесь есть две принципиальные настройки. Во-первых, мы можем указать, как будет этот подарочный сертификат использоваться. Мы можем сделать что? Мы можем сделать так, что он будет гаситься сразу. То есть вот он у нас на 500 рублей. И при покупке этого сертификата сразу, соответственно, эти 500 рублей будут списаны. Если мы при покупке по этому сертификату. Если мы купим на меньшую сумму, ну, соответственно, все равно сертификат больше использовать будет нельзя. Возможно, другой вариант. То есть сертификат будет постепенно расходоваться, пока полностью не будет использован. Значит, ну и ограничения по номенклатуре у нас здесь работать не будет, но мы можем это сделать, ограничив этот сегмент. Шаблоны кодов подарочного сертификата. Значит, это нужно для чего? Для того, чтобы программа могла автоматически этот сертификат опознать. Естественно, шаблон у нас не должен пересекаться с другими сертификатами, карточками. Мы с вами делаем вот что. У нас шаблон будет состоять из четырех цифр. Нижняя граница 0, 0, 0, 1. Верхняя граница, ну, давайте, 5, 5, 5, 5. К сожалению, он нам тут не дает проверить пересечения. Недоработка, раньше такая проверка была. Запишем этот шаблон, этот тип подарочных сертификатов. И мы прямо здесь вот эти подарочные сертификаты можем зарегистрировать. Вот я сейчас создам, что у меня сертификат типа 1, штрих-код. 1, 1, 1, 1, 1. Вот так он и будет называться. Обратите внимание, что он не активируется. Создам второй. Создам третий. Значит, пока эти сертификаты как бы лежат у нас, там где-то в ящике, они у нас нигде не используются, они просто вот у нас есть. Соответственно, мы бы могли сейчас ничего с этим сертификатом и не делать, даже если они у нас есть, мы вполне могли бы его зарегистрировать в системе непосредственно предпродаж. Но зато, если мы его сделали сейчас, мы можем еще что-то сделать. Так, по идее. Мы его должны распечатать. Ну, вот вы видите, здесь уже программа нам выдает какой-то глюк. Вот, соответственно, распечатать нам она его не дает. Ну, ладно, давайте пойдем дальше. Сертификаты мы с вами зарегистрировали. Давайте попробуем этот сертификат кому-то продать. Как это мы можем сделать? Естественно, при продаже мы его активируем. Продаем мы его через розницу. Идем в продажи, и у нас здесь для розничной продажи есть два момента. У нас есть рабочее место кассира и есть чеки ККН. Это, в общем-то, одно и то же, потому что, значит, если мы с вами начнем работать, то, значит, у нас это рабочее место кассира откроется. Значит, для того, чтобы начать работать, давайте я открою смену. И попробую что-то создать. Создать какой-то чек ККН. Так. Укажем продавца. И вот здесь, к сожалению, у нас возникает проблема. Проблема связана с выбором пользователя. К сожалению, пока у нас пользователя нет. Небольшая моя доработка. Давайте я сейчас этого пользователя быстренько создам. Создам пользователя администратор. Пустой пароль. Создам пользователя. К сожалению, здесь программка чуть-чуть протормозит. Секунду, подождем. Вот при регистрации первого пользователя программа немножечко там меняется. Сейчас еще придется в программу перезайти. Ну вот. Создался администратор. Значит, сейчас давайте я закрою и войду срок программы. Кüll club. Я также закрою. Ну вот, теперь давайте я закрою& П Jacob. Попробом. Хорошо. Ну вот. Попробуем срок программы. Так, и давайте вернемся к продажам. Смена у нас открыта, и давайте создадим ЧТПМ. Прочие операции, и давайте мы с вами попробуем оформить продажу подарочных сертификатов. Значит, выводим подарочный сертификат. Мы оформляем продажу подарочного сертификата тип 1, 1, 1, 1, 1. Ну, точно так же я мог бы ввести другой, тоже у нас существующий, третий, четвертый. Вот здесь, да, то, о чем я говорил, я не делал этого сертификата, но сейчас я просто указал его номер, мог бы его сосканировать, и он бы совершенно нормально у меня появился в общем перечне. То есть, предварительная регистрация, в общем-то, не была обязательна. Оплачиваем. Пока у нас доступен только наличный вариант. Значит, ровненько оплатили. Пробиваем чек. Все. Чек у нас пробит, сертификаты выданы. В принципе, для того, чтобы показать вам, что будет дальше, ну, вы видите, что реализация подарочных сертификатов у нас появилась, я могу закрыть смену. У меня, соответственно, появляется отчет в розничных продажах. Ну, пока здесь практически ничего не будет, потому что розничных продаж как таковых нету. Мы просто получили какие-то авансовые деньги. Значит, что теперь у нас поменялось? Ну, в принципе, мы могли бы вот это посмотреть. И мы видим, что после продажи, вот этот самый продажный сертификат перешел в статус «Активирован». То есть, теперь вот эти вот продажные сертификаты программа уже считает средством платежа. Чем они являются с точки зрения программы? Я сейчас посмотрю отчет по финансовому результату. Против, там они должны уже появиться. Периодичность месяц. Прикрывать. Рубли. Ну, собственно говоря, вот здесь они у нас есть в полученных авансах. Значит, часть они, часть из этих полученных авансов, это то, что мы внесли подарочный сертификат, то есть продажи как таковой пока не произошло. Давайте попробуем эту продажу сделать. Значит, снова идем в чеки ККМ. Создаем новый чек. И мы в этот чек сейчас подберем. Добавим. У нас на складе есть ручка гелевая. Хорошо. Сейчас подорца еще. Ну, правильно, что я делаю. Скорим смену. Здесь, к сожалению, я смотрю у нас проблема. Она сейчас не хочет цеплять. Значит, к сожалению, вот тут вот есть сложность, связанная с тем, что данный блок, он ориентирован на использование сканера штрих-кода. И без него он работает немножечко некорректно. Вот этот момент тут есть. Давайте 20 этих самых. Меньше. 15 ручек куплю. Значит, и вот теперь для того, чтобы закрыть вот эту продажу, я оплачу сертификат. Так, у меня не проставился продавец. Давайте платить сертификат. Добавляю подарочный сертификат. Либо мы его выбираем, либо мы его сканируем. Значит, вот он у нас определился. Переносим в документ. Оплачено. Пробить чек. В принципе, вот у нас продажа продажным сертификатом произошла. После закрытия кассовой смены мы увидим, что у нас продано 15 ручек черных, оплачено подарочным сертификатом. Что здесь еще есть? Мы с вами можем посмотреть, какая у нас ситуация сложилась. Мы увидим, что вот этот сертификат полностью погашен, но погашен за неким остатком, который просто пойдет в соответствующий доход по указанной нами статье. И здесь мы еще что можем сделать? У нас есть вариант, когда мы можем аннулировать подарочные сертификаты. Точно также мы давайте вот это сюда поставим. Здесь мы аннулируем остаток и предположим мы скажем еще вот этот сертификат по той или иной причине решили аннулировать. Провести и закрыть. и если мы теперь с вами посмотрим то же самое рабочее место, мы увидим, что вот эти сертификаты у нас полностью погашены. То, что у нас деньги были какие-то по этим сертификатам, после того, как я закрою период. Сейчас я попытаюсь это сделать. Закрытие периода это необходимое действие в программе, если вы хотите получить какую-то отчетность по статьям доходов и расходов. без закрытия периода это отчеты скорректно не сформироваются. У нас сейчас, правда, будет скорее всего несколько ошибок выгодно. Ну вот, значит, ну, без этого обойдемся. Значит, это нам не должно ни на что повлиять. Все остальное у нас сработало. Вот. это аннулированные сертификаты остатки, которые у нас были. Либо они идут в оплату, либо если они неиспользованы, там, просрочены, если использованы не полностью, остался хвостик, они вешаются вот на эту статью в доходах. Ну вот, примерно так. Теперь ваши вопросы. Чего еще показать по этому подсистенту? подсистенту? Ну, пока вы думаете над вопросами, я что еще хочу сказать? Ну, вот у нас вроде бы в ближайшем будущем не ожидается каких-либо семинаров, связанных, каких-либо групп, связанных непосредственно с вот этим вот контуром. Вот. По-моему, там уже занятие стоит на осень, но я хочу сказать, что в принципе управление торговлей и вот ее сестрички, КАЭРП, они обладают всеми необходимыми возможностями для того, чтобы вести учет розничных продаж. Это и собственно розничная операция, ну, вы ее видели, там можно подключить оплату картой, можно подключить оплату подарочным сертификатом. Вот. это возможность оперирования ассортиментом, создания ассортиментной матрицы, управления вводом, выводом отдельных ассортиментных позиций в ассортимент и из ассортимента. Это возможность формирования каких-то печатных форм, создания ценников, этикетов. Вот эти вот моменты, они у нас будут разбираться, когда будет проходить соответствующий соответствующий курс. Единственный, пожалуй, недостаток, который есть в использовании вот этого вот программы именно для ведения розничного учета, состоит, пожалуй, только в том, что она несколько тяжеловесна, не всегда удобна. И ее я бы рекомендовал для ведения розничного учета в том случае, если розничная операция это некое расширение, расширение программы. То есть у вас базово работает какая-то оптовая компания, у вас еще появилось розничное определение. Не обязательно розницу для этого заводить, покупать еще программный модуль, можно обойтись используя уже имеющиеся программы. А для чисто розничных операций, там, кстати говоря, тоже функционал подарочных сертификатов есть, конечно, лучше использовать, наверное, специализированное приложение розницы. Скорее всего, курсы по рознице у нас тоже будут доступны с осенью. Вопросы? Я уже не совсем всем вопросам по алкогольной продукции перед именем алкоголя. Алкогольная продукция, здесь есть контур, который позволяет подключаться к эгоизму, на этом имеете в виду. Значит, ну, вот, его тяжело показывать, но, вот, в рамках этого общего курса я постараюсь это сделать. У нас есть соответствующая настройки, сейчас я посмотрю, где-то это говорило, так, ну, это явно не то. А, вот, значит, здесь у нас в настройках розницы есть алкогольная продукция, можем настроить подключение к эгоизму и делать соответствующие обмены. Ну, понятно, что эгоизм я подключиться не смогу в рамках курса, но основные действия на обманках, вот, как сейчас я действия кассы показывал, основные действия я вам покажу, какие там происходят. То же самое для подключения онлайн-кассы, очень то, что касается законов ВЗ-54, это мы с вами будем смотреть, как это работает. Ну, и еще одно я хочу вам сказать, что на самом деле тут вот с подарочным сертификатом вот не сказал вам, еще есть одна довольно интересная возможность. Когда мы формировали в рамках базового курса условия предоставления скидок-наценок мы с вами давали условия по создавали условия по кодной оплате. В принципе, мы с вами можем придумать какую-то скидку или напротив наценку за использование в качестве формы оплаты подарочных сертификат. То есть за это что-то еще будет даваться. Такой вариант тоже есть в рамках смотря. где будет выложена запись запись у нас обычно выкладывается на сайте другое дело что на сайте нет прямого доступа главной страницы по поиску можно найти в принципе там старые записи все выкладываются скидочная карта здесь тоже есть значит это называется карта лояльности так значит кстати говоря управление карты лояльности очень похожее функционал значит сейчас я ее включу это по-моему на стоп была вот в этом случае у нас появляются виды карта лояльности значит ну здесь вы видите что-то похожее тоже вот шаблоны есть которые точно так же даются по настройкам ну помимо периода действия мы устанавливаем здесь как она активируется заранее мы ее забиваем или при первом считывании вот ну как правило если это наша карта которую мы выдаем это заранее а если что-то типа там социальной карты какой-то это при первом считывании просто активируется обезличенное или персонализированное если обезличенное просто фиксируем то что предъявили а если персонализированное то это будет привязка к конкретному клиенту и для такой карты там в общем-то можно и какую-то скидочку задать накопительную ну и здесь у нас уже указывается скидка которая будет связана непосредственно с этой карты вот причем в том случае если мы используем карты лояльности тут тоже есть один маленький нюанс сейчас проявилось не проявилось а вот значит за наличие карт лояльности карт лояльности не зарегистрировано тут появляются дополнительные такие условия скидок которые нужны для чего одним из видов скидок которые в этом случае нам становятся доступны выдача карты лояльности то есть по идее вот вы там купили товары в сумме на 100 тысяч вот вам выдают карту лояльности условие достаточно простое но потом вы купили 120 130 на 140 ну и как бы еще одну карту лояльности выдавать не совсем правильно поэтому идет ветвление если у человека еще нету карты лояльности больше 100 тысяч то ничего не делать если он 200 то вместо бронзового серебряного дает такие ступенечки в принципе программируются как это будет работать кстати говоря здесь еще помимо вот этих вот вариантов предусмотрен такой вариант как накопление баллов который тоже потом как-то может использоваться спектр возможностей связанных с розницей это карта лояльности бальная система это то что планируется в данном курсе спасибо за внимание приходите на курсы